Парный турнир по настольному теннису прошел в Клубе здоровья Центра внешкольной работы. В соревнованиях участвовали 11 парных команд. Турнир собрал юных и взрослых любителей настольного тенниса. В соревнованиях по настольному теннису в Клубе здоровья Центра внешкольной работы стали традиционными. В этот раз спортсмены сражались в парном турнире в нескольких категориях. Юноши и девушки 2009 года рождения и моложе. Мужские и смешанные пары. Всего в турнире сыграли 11 парных команд. Турнир собрал как юных, так и взрослых любителей настольного тенниса. Многое такое введение в этот парный турнир. Старший играет с младшим. То есть старший спортсмен, взрослый спортсмен играет с более младшим ребенком, спортсменом. Вот так наставничество. То есть старший наставляет, помогает, объясняет, учит. И очень интересно то, что учили в соревнованиях между старшим и младшим возрастом. Парный турнир по настольному теннису проходит один раз в год. Спортсмены играют в команде из двух человек. Игроки поочередно отбивают мяч. Чтобы показать результат, каждый в паре должен держать внимание, выкладываться в полную силу, не ошибаться. Поддержка и сплоченность также очень важны для победы. Мы участвовали в юношеском парном турнире, заняли второе место. Мне все очень понравилось. Сложно было? Да. А что было сложно? Психологически было сложно бороться с соперниками. Иногда было тяжело принимать поражения. Соперники были сильные и подачи иногда не доходили до края стола. Дает огромные опыты. Мы начинаем лучше играть, более наиболее справляемся. И на больших соревнованиях международного класса можно доказать совсем другой результат. Учебный год подходит к концу, поэтому городские соревнования – некий предварительный итог тренировочного процесса. Юные теннисисты активно участвуют в выездных соревнованиях. Недавно вернулись со всероссийского турнира «Надежда России». Наработав в течение года, вот посмотреть результат, каждый спортсмен должен увидеть результат своей работы. Но летом мы все равно будем тренироваться. У нас будут летние дачи, где ребята будут ходить на тренировки. Мы будем заниматься общей физической подготовкой на улице. А потом здесь в зале отрабатывать технику, играть на счет. И думаю, что у нас тоже будет выезд на соревнования летом. Впереди у теннисистов – городские соревнования «Кубок Победы» среди детей и взрослых. А в мае – открытое первенство Мордовии в городе Саранске. Экстрим объединяет. В Сарове состоялся 44-й городской чемпионат по технике водного туризма. Кроме саровчан, на соревнования приехали гости из Нижнего Новгорода, Владимирской области и Санкт-Петербурга. Участники проходили дистанцию из десяти ворот на катамаранах, каяках и байдарках. Из эмоций, адреналин, азарт и радости – снаряжение, гидрокостюм, спасательный жилет и каска. На поляне у бассейна в выходные развернулся целый лагерь начинающих и опытных туристов. Участники из Сарова и других городов страны встретились здесь на 44-м чемпионате города по технике водного туризма. Соревнования начались у нас в 1980-м году. Проводим каждый год практически. И вот за 44 года у нас была такая ситуация, когда мы три раза не смогли провести на нашем традиционном месте. Наше традиционное место – это на Кремешках. Там и пространство большое, и река получше. Но в этом году, сами знаете, какое у нас положение с водой, у нас введены потопы. Наше место просто затопило. И вот мы два дня искали место, где оно привести соревнования. Вот остановились вот на этой поляне. Трасса состоит из ворот, в которые нужно пройти, не задевая вешки. Зеленые по течению, красные против. Залог победы, скорость и наименьшее количество штрафных баллов. Участников разделили на пары – мужские и смешанные. Наталья и Андрей приехали на соревнования из Нижнего Новгорода и поселка Мелехово Владимирской области. Водным туризмом они занимаются с юношества. Походы регулярные по разным уголкам России. И с года в год туристы встречаются вместе, поодиночке и целыми семьями. Практически всех участников знаем. И знаем очень давно. К нам ребята очень много лет приезжают на фестиваль на пьяне. Тоже с катамаранами, каяками. Ну, соответственно, там мы все и подружились, все регионы и города. Как бы давно знаем ваших ребят, очень хорошо выступают, везде катаются, молодцы. Но к вам попасть очень тяжело. Поэтому, в общем, в том году сказали нам нельзя, а в этом году позвонили, сказали, что мы можем приехать. Ну, как бы соревнования проходят в Туле, но тульские соревнования мы откинули и поехали к вам. По словам участников, трасса хорошая, со своими особенностями. В прохождении важно синхронизироваться с партнером. Тогда заплыв пройдет налегке и с юмором. Каждый знает, что может другой. Каждый рассчитывает. Главное – бить каски для чего, чтобы кислом бить, когда что-то ошибается. С года в год соревнования проходят в теплой дружеской атмосфере, где опытные спортсмены делятся своими навыками с новичками. Чемпионат дает отличную тренировку перед серьезными походами. Когда мы ходим в пороги, сами понимаете, это очень опасно. И поэтому, чтобы люди соображали, что куда делать, вот здесь мы уже даже новичков обучаем, чтобы ребята, кто ходит в эти большие пороги, в большие серьезные реки, они должны хотя бы знать, как весло поставить, как повернуть судно, чтобы не перевернуться, чтобы даже не погибнуть. Соревнования по технике водного туризма проходили в два дня. В первом участники сплавлялись на каяках и байдарках, во втором – на катамаранах. За время чемпионата все прошли проверку на прочность. Первенство общеобразовательных учреждений города по стрельбе из электронного оружия среди команд юношей и девушек прошло в спортивной школе «Экар». В первенстве участвовали команды школьников, состоящие из двух девочек и двух мальчиков от 9 до 17 лет. Ребятам нужно было проявить сноровку, меткость и выдержку. На первенстве города по стрельбе из электронного оружия можно было увидеть не только юношей, но и девушек. Казалось бы, такой вид спорта совсем не женский. Но девочки не уступали мальчикам и показывали хорошие результаты и отличную меткость. Екатерина Надежкина увлекается стрельбой полтора года. За это время школьница участвовала в различных городских и выездных соревнованиях. В первенстве города по стрельбе из электронного оружия она пробует свои силы во второй раз. В Нижнем Новгороде я заняла третье место. Это бронзовый призер Нижегородской области. В Казани пока никаких успехов, но идем к этому. Из электронного оружия здесь, наверное, готовятся так же, как и к обычным соревнованиям. Так же, наверное, больше морально надо готовиться, чем физически. Потому что надо, когда ты прицелишься, надо все держать в себе, все эмоции. Первенство общеобразовательных учреждений города по стрельбе из электронного оружия среди команд юношей и девушек прошло в спортивной школе ИКАР на базе конференц-зала «Бассейн и Дельфин». В соревнованиях участвовали команды школьников, состоящие из двух девочек и двух мальчиков от 9 до 17 лет. Каждый участник делал несколько пробных выстрелов, а потом пять выстрелов в зачет команды. Интересно попробовать пострелять из оружия, но стрельба из электронного оружия, из настоящего, ну, отличается. Вот мы тоже на уроках УБЖ пробовали с учителем. Из настоящего оружия чувствуется отдачу, и надо прям по-другому прицеливаться. А с электрического, ну, прицелился, выстрелил и все. А с электронного стрелять проще, с настоящего посложнее. Командный зачет определяли по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками в каждой команде. Ребятам нужно было проявить сноровку, меткость и выдержку. Соревнования по стрельбе из электронного оружия организаторы проводят с целью привлечения детей к регулярным занятиям спортом. После подведения итогов победителей призеров первенства наградили дипломами. Хоккейный клуб «Саров» стал серебряным призером в высшей лиге Нижегородской области по хоккею с шайбой. За кубок наша команда сражалась с хоккейным клубом «Княгинина». В четырех матчах финальной серии соровчанам удалось одержать лишь одну победу. Общий счет в серии до трех побед – 3-1. Последний матч играли на выезде в «Княгинине». Встреча была напряженной. Два первых периода команды не готовы были отдавать преимущество, борясь за чемпионство. Разрыв в счете вновь минимальный. 3-2 в пользу «Княгининцев». Спортсмены отмечают высокий уровень всех матчей. Обе команды были достойны финала и показали красивую игру. По словам хоккеистов, это была одна из самых сложных серий в истории Нижегородской высшей лиги. Поздравляю к «Княгинине». Хорошую игру показали. Отдельно вратаря хочу выделить очень сильно, помог команде. Я думаю, в этом именно и заключалось в том, что у нас очень сильно страдала реализация. Как сейчас в современном спорте есть такая статистика XG. Ну, она будет по футболу, я думаю, применяется. То есть, если бы посмотреть, сколько именно таких опасных голевых моментов создано, то есть эффициент очень маленький будет. Ну, если столько не забивать, то, конечно, финал сложного и игру. То есть, я думаю, подвела реализация.